Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я начинаю снимать влог. И, возможно, давайте снимем неделю влогов. Как вам такая идея? Напишите, может, повторим. Такие, значит, типа влогмассы, но на одну неделю. В общем, да. Я помыла голову, собралась и вот решила с вами поболтать. Сегодняшний день начался с очень такого неприятного события. В нашей группе, в моей группе, появилась мошенница. Да, она пишет от моего имени людям и, соответственно, просит перевезти ей деньги за игрушки. Представляется моим менеджером. И, конечно, у меня был просто шок. Это очень-очень неприятно. Я уже написала об этом пост в группе, о том, что, девочки, не попадитесь на уловки мошенников. Если вам кто-то пишет от моего имени, это мошенник, это нечестный человек. У меня нет помощников, у меня нет менеджеров, нет никого. То есть, если у вас какие-то вопросы по приобретению мастер-классов или по приобретению игрушек, пишите мне в личные сообщения. Если когда-нибудь у меня такой человек появится, конечно же, я вам об этом сообщу и дам на него ссылку. В общем, да. Это очень-очень неприятно. Я надеюсь, что никто из вас не попался на вот такие уловки. И это касается не только моей группы, но и вообще очень многих групп. Ручной работы в том числе. Обязательно проверяйте, с кем вы общаетесь. И если даже человек представляется менеджером, помощником, там, не знаю, секретарем, проверяйте обязательно. Вон, кстати, кошечка спит. Это ее любимое место. Такое, знаете, мягкое на мягком. У меня тут плед лежит на другом пледе, и вот она всегда ложится именно на вот эту вот розовую часть. У нее даже хвостик не торчит с этого островка мягкости. Вот так вот мы с ней тут целый день дома проводим. Так, какие планы на сегодня? Хочу съездить в магазин за пряжей. Нужно мне кое-что там докупить. Потом пофотографирую еще свои работы. Хочу, кстати, на этой неделе снять мастер-класс по пряничному человечку. Он совсем-совсем простой, поэтому я думаю, что как раз-таки времени уже до Нового года осталось немного. Вот, и я уверена, что все, кто хочет, его себе свяжут. Короче, такой, знаете, сейчас получается марафон мастер-классов на моем канале. Вышло вот два подряд мастер-класса, но так же было у меня и в прошлом году, в декабре. Именно перед Новым годом вот так несколько новогодних пряничных человечек. Пряничного человечка сниму. Вот, и пока не знаю, у кого следующего из новогодних. Пока вроде у меня нет никаких новых идей. Но просили меня по поводу Деда Мороза. Как вы знаете, я кукол людей не вижу. Тут я что-то так задумалась. Есть у меня одна идея, но достаточно она объемная. Думаю, что уже в этом году мы не успеем с вами такого связать. Потому что я так запланировала его таким сделать большим. Так что, наверное, уже оставим его на следующий год Деда Мороза. Потому что я сейчас просто не успею его, во-первых, сама связать. Тем более и снять мастер-класс. Поэтому вот пока сейчас, знаете, по маленьким пройдемся. Еще вязала я елочку. Сейчас даже вам покажу, наверное. Так, где-то она у меня здесь была в корзинке. Значит, она мне как-то не очень понравилась. Надо еще ее доработать. Где она? Вот она. Какая-то она... Вот, видите? Вот так на камере смотрится симпатично, но что-то с ней не так. В общем, нужно будет еще как-то ее продумать, доработать. Чтобы она была более аккуратная. Ну, так, в принципе, мне по размеру нравится. Можно сделать такую, допустим, гирлянду из таких елочек. В общем, не знаю пока. Надо будет подумать. И, возможно, свяжем с вами еще такую вот елочку. Тоже при Новом году небольшая. Игрушка у нас там опять что-то сверлит на крыше. У нас сегодня с утра отключали электричество. И такой, знаете, 21 век, и ты просто сидишь и не знаешь, что тебе делать. Потому что компьютер не работает. И вся работа у меня практически в компьютере. Да. Да, еще на этой неделе я хочу нарядить елочку. Вчера купила гирлянду. Вот такой вот на прозрачном шнурке с желтым светом. В общем, моя мечта сбылась, потому что у меня до этого была гирлянда только с красными сердечками. Но так захотелось. Такой, знаете, желтый. Она так классно смотрится. Так что на этой неделе елочку нарядим. Да и нарядим. Давайте я вам покажу своих собак. Я тут еще вяжу. Вот, посмотрите, мои бешеные псы. Я их тут так разложила, чтобы сфоткать. И вот еще один у меня не влез. Как вы можете видеть, у меня здесь они разных размеров, двух размеров. Вот эти вот побольше, стандартные, которых мы с вами вязали. А вот это, посмотрите, они поменьше. Давайте вот так вам покажу. Вот видите, это побольше, это поменьше. Да, в общем, такое вот было пожелание у меня, у заказчицы, что нужно было часть побольше, часть поменьше связать. И вот я немножко переделала схему. Если вдруг вам интересно, как вот таких связать собачек чуть-чуть поменьше, я могу, в принципе, оставить в описании под видео схему вот такой вот собачки маленькой. В принципе, она практически такая же, но чуть-чуть я там изменила количество петель, количество рядов, и она получилась поменьше. Вот они. Да, серые и бежевые. Еще я тут занимаюсь подарками, упаковкой подарков. И вот уже жду не дождусь, когда поставлю елочку, чтобы можно было их всех поставить под елочку. У меня вот какие-то здесь еще до конца не упакованы. Еще нужно там дособирать подарок. А вот часть уже упакована. Я их, видите, в такие пакетики заворачиваю. Крафтовые. Какие-то вот так, какие-то вот так. И даже я себе один подарочек упаковала. Да, потому что, ну, такой небольшой подарочек к Новому году. Мне просто хочется, чтобы они все у меня под елочкой лежали. Ну, там такой чисто символический подарок. Так что, да, я и себе упаковала, и мужу упаковала подарочек. Ну, в общем, да, под елочку положу, и потом в новогоднюю ночь их откроем. У нас зима, у нас выпал снег. Я, конечно, немного расстроилась, потому что я, честно говоря, радовалась, когда у нас в конце ноября, в начале декабря снега не было. И такое, знаете, ощущение, что как бы не зима, а еще осень, либо такая европейская зима. Я не люблю, когда холодно, и когда нет снега, значит, есть шанс, что еще будет какая-то теплая погода. Ну, вот снег выпал, все у нас белым-бело. Зима началась. А еще, знаете, я вам что хотела показать? Я вчера забрала свое платье. Теперь я готова к встрече Нового года. Забрала я свое новогоднее платье, сшила я его на заказ. Оно такое классное. В общем, шила я у девочки, с которой я вместе училась в университете. Она же шила мое свадебное платье, представляете? Уже 4 года назад с половиной. Вот, потом шила мне еще другие платья и топы. В общем, уже чего только не шила. Вот, и я забрала свое классное платье. Сейчас вам покажу. Вот оно. Это темно-синий бархат. Оно такое длинное, с очень красивым кружевом внизу. Я именно такое хотела на тоненьких бретельках. В общем, я просто влюблена. Оно классное, правда? Его можно по-разному носить. Можно и на какой-то праздник. Можно, допустим, под него футболочку надеть, как сейчас модно. Вот, либо же просто сверху какой-то кардиган или, может быть, свитер, и получится как такая просто длинная бархатная губка. Я вообще очень люблю бархат. Цвет такой классный. Он такой глубокий, темно-синий. Хорошее кружево. В общем, да. Если хотите, я вам оставлю ссылочку на Алену, на ее инстаграм. Если вам вдруг тоже нужно что-нибудь сшить для тех, кто из Челябинска. В общем, да. Вот такое платье. Ну вот, у нас не только снег, но еще и похолодало. Минус 12 на улице. Снег хрустит, слышите? Да, тут приходится одеваться, как в капустах, и колготки под штаны пододевать. Не люблю это. Уже темнеет. Световой день просто какой-то микроскопический. Пойдемте с вами в клубочки посмотрим. А вот, сыны, не там. Все, пришла и нагулялась. Там очень морозно, очень холодно. У меня так замерзли ноги. У меня ноги мерзнут всегда. Хоть я была в зимних ботинках с теплой стелькой, в теплых носках, и в колготках теплых. Все равно ноги ужасно замерзли. Ну да ладно. В общем, смотрите, кошечка тут и лежит. Да, моя девочка. Вот так вот она проводит свои дни. Давайте я вам покажу, что же я принесла домой. На самом деле, немного. Просто у меня тут... Вот, в общем, купила такую пряжу. Нака Арктик. 100 грамм, 100 метров. Она очень толстая. Я хочу связать наволочку на подушку, на маленькую. Вот есть у меня такие вот маленькие подушечки, три штучки. Я хочу им связать три одинаковые белые наволочки. Такой крупной вязки. Вот купила пока один, посмотрю, хватит, не хватит. Как вообще будет смотреться? Если что, потом еще два докуплю. Вот. А может быть, еще сделаю серый. Посмотрим. Ну, вот белый точно хочу. Как будет время, я обязательно этим займусь. И к ней же взяла... Так. К ней же взяла молнию. Такую змейку маленькую. Она чуть меньше, чем подушка. Но я думаю, что по бокам оставлю небольшие промежутки сшитые. Вот в такое вот отверстие подушечка должна пролезть. Так. Пихурка детская новинка. Мои самые любимые цвета. Это вот такой вот цвет называется Азалия. Светлая Азалия. Очень красивый цвет. Он такой лососевый, какой-то розово-персиковый. И цвет Айсберг тоже классный. Закончились у меня такие цвета. Видите, они прям дополняют. Мне кажется, друг другу очень подходит. Там кисло умывается. Вот так. Взяла еще. Взяла, в общем, по две штучки. Буду кое-что вязать на днях. И последнее, что я взяла. Ализе Шекерим. Вот такой цвет я еще ни разу не брала. Красивый, кстати говоря. Цвет номер... Номер 238. Хотела я светло-серый 344, но его нигде опять нет. В общем, знаете, это меня просто бесит. Когда в какой-то момент у тебя заканчивается какой-то цвет, ты не можешь его найти просто нигде. Ты обзваниваешь все магазины. Я уже говорила об этом видео. О том, что я не люблю вязание. Это когда у тебя заканчивается цвет. Рано или поздно это случается. И если тебе он срочно нужен, можно его нигде просто не найти. Ни в интернет-магазине, ни в обычном магазине. Ну да ладно. Вот это тоже классно. Буду оленя отвязать к ярмарке. Ну вот. Сейчас буду пить чай, греться. Вот. Повяжу немножко. Сколько успею. И сегодня у нас еще будет тренировка. С мужем пойдем в зал. Он заедет со мной после работы. И мы пойдем в зал. Да. Не могу сказать, что я каждый раз иду туда с восторгом и воодушевлением. Нет. Я скорее себя все-таки немножко так заставляю. Пересиливаю. Но зато потом, когда ты выходишь оттуда, ты выходишь с таким классным чувством, ощущением. У тебя эндорфины просто на полную катушку выработались. И ты себя чувствуешь очень хорошо. И потом спишь лучше. Так что... Да. Сегодня идем в зал. Я надеюсь. И вот она. Девочки спрашивали, как там наша кошечка. Ты как себя чувствуешь? Лапушка. Смотрите, у меня еще какая лисичка. Я прям фанатка лисичек. В последнее время у меня уже вторая брошка. Деревянная. Ну все, будем дичапить. Вот посмотрите, как некрасиво в интерьере смотрится синий мешок с холофайбером. Вот. Я все думала, думала, как же мне его облагородить. Я тут нашла на сайте, где я покупаю крафтовые пакеты. Нашла. У них там есть такой мешок из льна, по-моему, что-то такое. И вот я подумала его тоже прикупить, чтобы вот это все дело. Вот он такой достаточно большой. Мешочек стоит. И его никуда не спрячешь толком. Он мне все время нужен. Вот. И я хочу к нему вот такой мешочек купить. Льняной. Или он какой-то, в общем, ну, такой типа мешковины. Вот. И можно будет на нем какую-то надпись, например, сделать. Такую симпатичную надпись. Чтобы будет такой, как интерьерный мешочек. Вот. И по мере того, как он будет, холофайбер будет заканчиваться, можно будет его просто вот так вот подворачивать. И пока он так не дойдет до низа. Так что, да. Может быть, вы расскажете, как вы храните наполнитель, если у вас тоже такие вот объемы. И его большие. Мне будет очень интересно послушать. Ну все. Идем на тренировку. Я с двумя рюкзаками. С нашими вещичками. Пойдемте приседать. Ты прямо как-то из него прокопила? Я по дому. Я по дому. Ну вот мы и вышли с тренировки. Время полодиннадцатого вечера. Так что, да. На улице снежок. Мышцы дрожат. Хорошо. Сейчас поедем ужинать и спать. Теперь мы попадем на тренировку только в субботу. Получится. Ну все, мы дома. Наверное, мы с вами на этом попрощаемся. Мы сейчас пойдем есть гречку на ужин. И готовиться ко сну и баеньки. Напишите мне, как вам неделя, неделя влогов было бы вам интересно. Потому что я на самом деле сама такие видео очень сильно люблю. И я обожаю смотреть такие вот ежедневные влоги. Может быть, там не так много чего-то полезного. Не так много чего-то интересного, захватывающего. Но мне нравится начинать свой день вот с таких видео. Расслабленных, спокойных. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, буду с вами делиться, что у меня происходит. Что у меня новенького. Что вяжу, что делаю. Так что, да, всем большое спасибо за то, что провели со мной этот день. Я вам всем желаю продуктивной недели. Чтобы все у вас получалось. Чтобы вы себя чувствовали очень хорошо. Увидимся с вами завтра, во вторник. Я надеюсь. Все, всех целую. Всем пока. Пока-пока-пока-пока.